Кстати, по мнению некоторых бизнесменов, для начинания любого дела одной только предпринимательской жилки недостаточно. Пригодится и образование, особенно высшее. По мнению специалистов, оно в том числе развивает способность стратегически мыслить, учит планировать и считать. Убедиться в этом скоро смогут выпускники кировских школ, которые поступят в высшее учебное заведение. Кстати, со следующего года их в Кирове станет меньше. ВятГУ и ВятГГУ, то есть бывшие политеты ПЕХ, объединяются в один региональный опорный вуз. Процесс уже идет, и накануне будущие студенты посетили объединенный день открытых дверей в двух кировских вузах. Первый в истории кировского высшего образования объединенный день открытых дверей сразу двух вузов города. Накануне будущим абитуриентам рассказали о правилах приема в новый опорный региональный вуз. Все нюансы зачисления впереди, но уже сейчас абитуриенты, что называется, почувствовали разницу. Не нужно выбирать, куда. ВятГГУ или ВятГГУ, уже сразу нет такой ажиотажа. Идешь в один, и все. У нас историческое событие происходит. Сегодня с вами встречаться будет два коллектива двух университетов. Единый опорный вуз на базе ПЕДа и Политеха станет крупнейшим в Приволжском федеральном округе. Отсюда ряд преимуществ для будущих его студентов. Одно из главных – вуз готов принять на первый курс в будущем году более двух тысяч студентов. Увеличится и количество бюджетных мест. Более полутора тысяч бюджетных мест. 93 образовательных программы. Есть места бюджетные и на технических, и на гуманитарных, и на экономических, и на юридических, и на естественно-научных направлениях. Кстати, уже известно, что все гуманитарные направления останутся на базе ВИАД ГГУ. Инженерные – на базе Политеха. При опорном региональном вузе будут созданы институты, которые займутся тем или иным направлением. Плюс материальная база, которой не будет в других вузах города. Все это позволит повысить качество высшего образования области, сделать его конкурентноспособным, в том числе и на мировом уровне, уверены действующие руководители университетов. Студенты и коллектив получат доступ к уникальной инфраструктуре – научной, учебной, лабораторной, спортивной, рекреационной. Такой инфраструктуры также нет у других вузов нашего города. И Министерство образования для таких вузов создает особые условия поддержки. Соответственно, мы будем получать дополнительное финансирование, за счет чего можем успешно развиваться. И еще одно новшество. В следующем году при поступлении в новый опорный региональный вуз абитуриенты должны будут написать согласие на зачисление. В остальном все как обычно. Чем больше баллов по ЕГЭ, тем больше шансов у школьников стать студентом университета.